Игорь Марченко Доминион Глаза цвета крови Пролог Остров Шикотан, декабрь 1956 года. Советская пограничная застава Старший лейтенант Виктор Потока, согласно уставу караульной службы, должен был взять с собой разводящего, но тому и так приходилось крутиться, словно белки в колесе. Поэтому решил он, пусть отдохнет. Состав караула – взвод отдельной караульной роты шестой стрелковой заставы. Солдат хватает, а офицеров мало. Вот лейтенантов из других застав с соседних островов один-два раза в месяц и определяют в наряд. Караульная служба шла привычным чередом. Каждые два часа разводящий менял караул, устало приходил и заваливался спать. Бодрствующая смена азартно играла в казарме в домино, попивая чай из самовара. Кто-то начал тихо перебирать струны старенькой обшарпанной гитары, пока в него не прилетела откуда-то влажная портянка, и он не замолк. Виктор давно понял. Главное – не вмешиваться в четко налаженный механизм заставы, и все будет хорошо. Пробудившись от дрема часов в десять вечера, он решил подышать свежим воздухом. «Проверю заодно посты», – сказал он себе. Быстро надев шинели и валенки, закинул на плечо автомат АК-47, после чего неохотно вышел из жарко натопленной казармы в морозную ночь. Над крыльцом на столбе горела масляная лампа. В конус света из черноты неба то и дело влетали большие лохматые снежинки и плавно ложились на дорогу. Виктор вышел из леса света и медленно зашагал по нечищенной дорожке к посту номер два. Тишину зимнего леса нарушал только скрип снега под его ногами, да приглушенные расстоянием звуки далекого морского прибоя. Не без труда взобравшись на заснеженный пригорок, где находилась караульная будка, посветил фонариком в темное окошко, высветив мерно спящего часового. Тот в тулупе с автоматом на плече мерно спит, сидя на табуретке, привалившись спиной к стенке. Караульный, внезапно открыв глаза и не понимая, уставился на офицера. Глаза у него карие, лицо смуглое, а сам он по национальности якут. Это был немногословный рядовой срочной службы Дарсун Тойтох с погонялом Монгол. Вдруг на минуту Виктор отчетливо представил, как часовой снимает с плеча автомат, передергивает затвор и целится в него. Вполне логично поступит, по уставу, и будет совершенно прав, если выстрелит. Офицер пришел один, разводящего с ним нет. Какого черта он здесь забыл? Картина была настолько дикая, что Виктор устала не по себе. «Есть табачок?» — непринужденно спросил Виктор. «Как дела, боец?» «Хорошо, товарищ лейтенант!» — смутился якут, жмурясь от света. «Я не курю!» «И правильно. Охраняй дальше!» И Виктор, наблюдая за ним краем глаза, обернулся, собираясь уходить. «Все, больше никаких проверок. Ни с разводящим, ни без него. Вот захотел бы этот солдатик съездить в отпуск на родину, пристрелил бы начальника караула и получил бы поощрение за бдительность. Слава Богу, что обошлось!» Он поднял голову. В просветах между облаками пробивался свет далеких созвездий. На мгновение небосвод прочертил одинокий метеор. «Красота!» Внезапно наступила гнетущая тишина. Воздух наэлектризовался и загудел, как провода под большим напряжением. Высоко в небесах раздался оглушительный хлопок, как будто вылетела гигантская пробка из бутылки шампанского. И окрестность залила алом сиянием, высветив сопки на горизонте вплоть до горы Томари. Электрический фонарик в руках лейтенанта внезапно стал нестерпимо горячим, замигал и медленно погас. В небе неподвижно висел странный, приплюснутый металлический предмет. По его кромке быстро проносилось, но уже заметно замедлялась вереница белых огоньков. А под нищим пульсировало багряное свечение. Монгол испуганно выбежал из будки, сняв оружие из предохранителя. «Товарищ лейтенант! Что это за штука?» Забормотал Дарсун, дрожащими руками указывая в небо. «Самолёт? Вертолёт? Может, начальство из Владивостока прибыло?» «Сомневаюсь. Я никогда прежде не видел самолёта без крыльев, тем более вертолёта без винта, да и форма необычная, непонятно за счёт чего он держится в воздухе. Блюдцеобразный аппарат висел неподвижно, пока с едва слышимым жужжанием не стал спускаться к земле, что удивительно, не подняв вокруг себя снежной бури. «Может, это японцы?» — не совсем уверенно предположил Монгол. «А может, пальнуть?» «Я тебя пальну, балда безголовая. Ты вот что, друг любезный, мухой дуй на заставу и немедленно поднимай дежурную роту в ружьё, и БТР пусть подгонят!» Тут же, не раздумывая, приказал Виктор, приобняв Монгола за плечи и подтолкнув к тропинке. «А я послежу за этой штукой!» «Чем бы она ни являлась, это дело рук людей!» «Выполняй, да поживей!» «Так точно, товарищ лейтенант, всё сделаю!» — закивал взволнованный Якут. Монгол побежал, пару раз упав в снег от волнения. Виктору сделалось тревожно на душе. Вот так запросто объявиться в закрытой охраняемой зоне — тут явно что-то нечисто. От этого аппарата веяло чем-то чужеродным, не от мира сего, чему здесь просто не место. Когда-то он дал себя за рог, никогда не ставить себя в положение, выход из которого уже зависит не от себя. Но в этот раз он изменил себя, решив подобраться поближе и рассмотреть чудной летательный аппарат. Возможно, это сверхсекретный высотный разведчик американцев, залетевший сюда с Хоккайду или Окинавы, где находились их военные базы. А иначе как он смог пройти мимо радаров? Ни для кого не было секретом, что США еще с конца 40-х годов много раз тайком вторгались в воздушное пространство СССР с целью разведывательных регагностировочных полетов. Вот и сейчас, возможно, они придумали что-то новенькое, надеясь, что их никто не заметит. Американцы часто собирали по всему миру образцы грунта и заборы воздуха после каждого атомного испытания на Маршаловых островах. В том числе после подобных испытаний в СССР, на Семипалатинском полигоне и на Новой Земле. Вероятно, пилот утратил бдительность, и его можно захватить в плен, не дожидаясь, пока он поднимет машину в воздух, и ищи его потом, как ветер в поле. За нерасторопность в обезвреживании нарушителя государственной границы начальство по голове не погладит, но в случае успеха возможны варианты вплоть до повышения в звании и долгожданного отпуска домой на Новый год. Стараясь слишком громко не хрустить снегом, Виктор взял оружие на изготовку. Он медленно пробирался сквозь колючий кустарник, не сводя напряженного взгляда с подсвеченного места посадки. До него было метров двести, по глубокому снегу путь занял минут пятнадцать, а может и дольше. К этому времени, разглядяя Монгол, уже должен был добраться до заставы, или как минимум поднять тревогу. Значит, еще есть немного времени, прежде чем звук машин и погранцов встревожит пилота. Но Виктор зря переживал. Судя по открывшейся картине, пилот и не думал никуда улетать. Высокая, под два с лишним метра массивная фигура в белоснежной одежде, похожая на тулуп с меховым воротником, согнулась под тяжестью серебристого контейнера. Выйдя из овального проема, человек медленно и неспеша спустился по опущенному панду с улетающего блюдца, как окрестил про себя Виктор вражескую воздушную машину. Вблизи блюдца было огромным, примерно 20 метров в диаметре и примерно метров 5 в высоту, на высоких телескопических опорах и без единого намека на иллюминаторы. Под днищем активно вращался какой-то необычный механизм, с хрустом вгрызаясь в неподатливую и холодную землю, а по кромке аппарата с треском проносились короткие конусы молний. Воздух пропитался запахом озона и горелого металла. В радиусе 30-40 метров под ногами стелилась едва видимая серая дымка, создающая иллюзию нереальности происходящего. На покатом металлическом полу блюдца находился ряд выдавленных символов, похожих отдаленно на санскрит. Разглядев нечто сильно напоминающее свастику и звезду в круге, лейтенант искренне обрадовался и немного расслабился. Значит, его подозрения подтвердились, и это точно американский шпион, собирающий пробы грунта. После Великой Отечественной войны империалисты взяли к себе на службу много разных нацистских мрази-ученых, в том числе небезызвестного конструктора ракет Фау-1 и Фау-2, штурмбаннфюрера СС, верного адепта ракетной программы Третьего Рейха и любимца Гитлера Вернера фон Брауна. Вполне вероятно, что эти нацики на службе ЦРУ сконструировали что-то принципиально новое, экспериментальное. Да за такую добычу точно дадут звезду героя. «Стоять! Не двигаться! Положи ящик на землю!» Виктор выбрался из своего укрытия и с азартом взял на прицел высокую фигуру, стоящую к нему спиной. Но на его несказанное удивление та даже не обернулась, продолжая возиться с серебристым ящиком. Это окончательно вывело из себя лейтенанта. Потеряв терпение, он дал длинную очередь в воздух. «Следующая твоя!» пообещал он чужаку. «Я серьёзно! Руки вверх, чтобы я их видел!» Лишь после этого фигура застыла и как бы нехотя обернулась. Медленно подняв руки над головой, с удивительно узкими ладонями и пальцами, на которых красовался изящный маникюр длинных ногтей, что-то проскрепило в ответ на непонятном языке. Лицо пилота скрывала однородная зеркальная маска, словно покрытая хромом. Виктор с изумлением разглядел, что у чужака не ногти, а самые настоящие изогнутые когти, и ладони были шестипалами с двумя отстающими фалангами. Да и сами пальцы очень гибкие, больше похожи на щупальца. «Немедленно сними маску! Только медленно, без резких движений!» Чуть помедлив, пилот нехотя откинул свое зеркальное забрало, которое как будто втянулось ему за воротник. Когда лейтенант увидел его лицо, от ужаса он вдавил крючок на оружие. Короткая очередь, и пули звонкой дробью ударили по металлу блюдца, высекая из него искры и рикошетя по сторонам. Ни одна выпущенная пуля не задела чужака, которая все так же безучастно стояла, опустив руки, что еще сильнее выбивала из колеи. «Что за чертовщина? Я же держал его прямо на мушке и стрелял в упор!» Ахнул про себя Виктор, пытаясь унять бурю чувств, а вслух пробормотал в смятении. «Ты что, пуля непробиваемый? Что все это значит? Ты вообще что здесь делаешь?» Раздалось неразборчивое скрипение, после чего зазвучали вполне понятные слова. «Успокойся, существо! Низший! Без страха! Мохаба! Альбиро! Три! Шесть! Сигма! Ноль! Есть разрешение!» Отчетливо и бесстрастно шелестел голос на чистом русском языке, но речь его звучала только в голове человека, отдавая вибрирующим эхом в затылке, что стало последней каплей для бедного Виктора. Он стоял на месте, словно громом пораженный, открыв рот, как деревенщина. Его тело сковал странный паралич. Он не мог пошевелиться. «Как твое имя?» выдохнул Виктор, ощущая, с каким трудом дается каждое слово. За спиной медленно нарастал приближающийся рев и ляск гусеничного бронетранспортера БТР-50, разрезающего тьму и густой снегопад лучом мощного прожектора, целенаправленно двигаясь в сторону приземлившегося блюдца. Остальные пограничники, кто не смог разместиться в вездеходе, ведомые монголам бежали чуть поодаль, развернутой цепью. То и дело с матом проваливаясь в глубокий снег, наверняка жалея, что не успели надеть лыжи. Громкий лай служебных собак вносил дополнительный шум в общую палитру звуков. Но ничего из этого лейтенант уже не слышал. Гипнотический голос полностью завладел его сознанием, парализуя конечности. Фигура, немного поспешно вернув маску на лицо, с тревогой устаивалась долгим взглядом на источник приближающегося шума. Неспешно подойдя к застывшему лейтенанту и возвышаясь над ним словно колосс рядом с лилипутом, существо уверенно обхватило голову человека обеими ладонями. «Сигма, ноль, моё, имя!» От ладони стал исходить нестерпимый жар. Последнее, что услышал Виктор, перед тем, как провалиться в холодную пустоту, были приглушённые автоматные очереди и обезумевший лай и виск испуганных собак. Бесшумно лавируя между лежащими на снегу телами людей и собак, чужак прислушался к тишине, ловя ладонями падающие снежинки. Недовольно посмотрел в сторону работающего на холостом ходу БТРа, и двигатель машины внезапно зачихал и заглох, а прожектор на крыше погас. Теперь ничто не нарушало покоя и умиротворения. Вернувшись к серебристому контейнеру, он открыл крышку и медленно извлёк из него стальной шар из чёрного металла, после чего скинул в отверстие, проделанное буром в промёрзшей почве. Извлекая из складок одежды предмет, отдалённо похожий на пистолет, поочерёдно подходил к каждому человеку и неспешно делал укол инъекции в шею. Закончив все свои дела, пилот вернулся на борт своей необычной воздушной машины. Бесшумно и стремительно взмыв в небеса, чуть повисев на усоте пары сотен метров над островом, блюдце растворилось в воздухе в вихре алого свечения и громкого хлопка, тяжело прокатившегося по всей округе. Ещё через пару минут люди стали постепенно приходить в себя, растирая шеи и удивлённо вертя головами, не понимая, как оказались лежащими на улице в снегу, ещё пять минут назад пребывая в тёплом помещении. Помидца в последнем часе их жизни была полностью стёрта. Глава первая. Таинственный остров. Остров Шикотан. 11 января 1957 года. Командующий войсками Сибирского военного округа генерал армии Пётр Ильич Кашевар был чрезвычайно встревожен своей неожиданной и секретной командировкой на богом забытый островок в Охотском море. Ещё буквально вчера он был в Хабаровске на важной встрече с высокопоставленными китайскими и корейскими товарищами, когда по спецсвязи из Москвы его вызвал Никита Сергеевич и сообщил, что все переговоры завершит министр обороны Жуков. А Кашевару надобно немедленно вылетать на остров Шикотан, на котором произошло серьёзное ЧП. Впрочем, от других подробностей Хрущёв воздержался. Докладывать о результатах он поручил ему лично, что уже говорило о необычности происходящего. Обычно командующим округов такого ранга не поручали с виду тривиальные задания, вроде инспекции крохотных пограничных гарнизонов, тем более в богом забытой дыре на краю земли. Пётр Ильич сразу смекнул, что дело тут намного серьёзнее, чем могло показаться на первый взгляд. Возможно, замешана большая политика, ведь рядом находилась Япония. В 1950-х годах образовались два основных военно-политических блока – НАТО и Варшавский договор, которые находились в состоянии постоянного противостояния. Начавшаяся в конце 1940-х годов холодная война в любой момент могла перерасти в горячую Третью мировую. Активно шло военное противостояние не только на земле, в море и под водой, но в первую очередь в воздушном пространстве. СССР являлся единственной страной, ПВС которой были сравнимы с военно-воздушными силами США. Возможно, что ЧП как раз и связано с заклятыми друзьями из-за океана, почти еженедельно проверяющие воздушный щит СССР на прочность, в том числе в районе Курил, вылетая с военных баз, расположенных на японских островах. Так как на Шикотане не было аэродрома, добирались туда с материка преимущественно на кораблях. Однако море в это время года было неспокойным, и генерал Кашевар решил отправиться на задание на вертолёте, хоть его помощники всячески и отговаривали его от этой затеи, пугая штормовыми сводками и умоляя подождать пару дней. Сопляки. Он прошёл всю войну, начиная с 41-го года, выполнил ряд сложнейших боевых задач, участник Тихвинской операции, с июля 1942 года командир 24-й гвардейской стрелковой дивизии, воевавшей на Волховском, Сталинградском и Южном фронтах. Отличился при штурме Сапун-горы под Севастополем и взятии Кёнигсберга. За эти сражения получил звание и звезду Героя Советского Союза. А его плохой погодой будут стращать. Правда, справедливости ради, стоило отметить, что он новейший на тот момент времени вертолёт Ми-4, и вправду не очень уверенно справлялся с непогодой. Зубодробительно дребезжал винтами, содрогаясь всем корпусом, преодолевая встречные порывы ветра, иногда проваливаясь в воздушные ямы и клюя носом к земле. Стеснув зубы, Пётр Ильич мужественно терпел все тяготы и неудобства перелёта. Пока один из его сопровождающих, стараясь перекричать гул винта, не указал на пыльный иллюминатор. На морском горизонте из туманной дымки медленно вырастал в размерах тёмный силуэт шокотана. Выглядел остров как-то мрачно, жутковато и неприветливо. Курилы вообще таят в себе неисчерпаемое количество загадок. Особенно всё, что связано с японскими фортификационными сооружениями периода Второй мировой войны. Именно из бухт Курильских островов японские эскадры уходили в бой с линкорами США. Именно на Курильских островах Шумшу и Парамушир советские десантники столкнулись с жесточайшим сопротивлением японских императорских элитных подразделений. Именно Курильский остров Матуа до сих пор таит в себе секреты лабораторий японских учёных-ядерщиков. Настоящая терра-инкогнито. «Красиво, правда? А какая здесь рыбалка?» Не переставал нахваливать полковник Степан Анатольевич Булганин, командовавший пограничными войсками в Приморье. «Пётр Ильич, не откажи посетить эту руб. Там образцовая военная часть, а ещё отличная банька». «Да что вы меня своими образцовыми частями соблазняете?» Раздражённо пробурчал генерал, ощущая тошноту. «Ещё немного тряски, и придётся просить пакет, чтобы не опозориться». «Ты мне вот что лучше расскажи, Степан Анатольевич, если у тебя тут всё так образцово, шито-крыто, в землю врыто, как ты меня пылко уверяешь. Почему ходят слухи, что у тебя тут бардак? Шпионы повсюду. Всякие японские диверсанты шныряют, как у себя дома». Полковник побледнел и выпрямил спину под суровым прямым взором генерала. «Виноват, товарищ генерал. Случается, чего греха таить? Американцы обычно облетают нас стороной, хотя всякое бывает. А вот и япошки. Эти недобитки империалистические устраивают дерзкие вылазки и кровавые провокации. Двоих пограничников караульной смены год назад порешили ночью прямо на постах во время дежурства. Молодые ещё ребята были. Каждому и двадцати не исполнилось. А этих ниндзя-самураев хреновых мы, конечно, выследили и всю группу ликвидировали, но осадок остался. Не дают нам расслабляться. Заплывают на Шакатан и на Этуруб, в связи с чем была повышена круглосуточная боеготовность на вышеназванных островах. Но помилуйте, чтобы они себя здесь чувствовали развязно, как дома, моим перцы всегда готовы отсыпать, так что не забалуют. Ладно, знаю я это всё. Пётр Ильич поморщился, схватившись руками за поручень, когда вертолёт стал резко заходить на посадку, раскачиваясь из стороны в сторону. Об одном тебя прошу, голубчик, чтобы там внизу не произошло, пусть все причастные к этому помалкивают. Под твою личную ответственность, понял? Итак, земля слухами полнится, а тут ещё это напасть. Тебе надо такое внимание? Вот и я считаю, что нет. Москва недовольна тем, что творится в твоём округе под названием Курилы. На месте всё проясним. Мне надо уже вечером отправить радиограмму во Владивосток. Хоть бы понять, с чем придётся работать. Мне ведь, как и тебе, ничего не сообщили. Лети туда, незнамо куда. Понимаешь? Будем стараться, товарищ генерал. Приказать растопить баньку по прилёту. Валя, Степан. Я завсегда баньке рад. Но сначала работа. Так точно работа. Только, товарищ генерал, как говорят французы, даже самая прекрасная женщина на свете не может дать больше того, что у неё есть. Но зато она может дать дважды. Лукао поправил кашевар и оба рассмеялись. Полковник Булганин заметно оживился и приободрился. Хоть страх перед всесильным генералом в глубине души и остался. Дай бог, чтобы это оказалось рядовое происшествие вроде тех же японцев, которые, честно говоря, и вправду обнаглели. Намного хуже, если здесь замешаны американцы, с которыми всегда было полно проблем. Генерал, отвернувшись, безучастно наблюдал в иллюминатор, как за снежной пеленой белёсой мути медленно увеличивается в размерах тёмный силуэт суши, напевая про себя любимую фронтовую песню, которую часто играл дома в кругу семьи на гитаре. Невольно вспомнил и о её создателе, подарившем её советским людям. Пётр Ильич познакомился с поэтом Евгением Ароновичем Далматовским, придумавшего слова песни, в далёком 1945 году в Берлине, во время подписания акта о капитуляции Германии. Евгений Аронович в то время был военным корреспондентом, тогда как Пётр Ильич – боевой командир, окончивший войну в звании генерала-лейтенанта, впоследствии командовавший сводным полком Третьего Белорусского фронта на Параде Победы. Евгений Аронович в беседе рассказал о том, как его до войны пригласили в Киев на съёмки картины «Истребители» режиссёра Эдуарда Пинцилина, который захотел, чтобы в одной из сцен на выпускном вечере юноши и девушки спели что-то о прощании со школой. Беззаботная весна 1939 года, «Цветущие каштаны», «Довоенный Киев». И ещё невозможно себе представить, что скоро по Крещатику будут выжагивать под свои бодрые марши немецкие солдаты, а весь город будет лежать в руинах. На киностудии Евгению Ароновичу показывают материал. Он знакомится с исполнителем главной роли Марком Бернесом и уже известным на тот момент композитором Никитой Богословским. Они быстро придумывают песню школьников, которую те должны петь. Всё идёт благополучно. Заказан хор, начались репетиции, съёмка. Но Марку Бернесу, играющему роль лётчика, очень хочется спеть другую песню, свою, про лётчиков. Они бродят по ночному, весёлому Киеву, спорят, какой она должна быть, эта песня. Режиссёр вообще-то не против, но никак не определит, что за песня нужна и нужна ли вообще. Наконец, стихи написаны. Никита Богословский создаёт замечательную музыку, но песня не нравится директору студии. Нет мужества, заключает он обсуждение. Да и поздно. Снимать некогда. План есть план. Тогда авторы на свой страх и риск просят снять песню на киноплёнку за их собственный счёт. До последнего момента не решён вопрос о том, войдёт ли она в фильм. А пока все работники студии уже вовсю поют «Любимый город». И всё-таки картина выходит на экраны с этой песней. К весне 1941 года песня «Любимый город» стала широко известна. И вдруг появляется распоряжение «Песню запретить». Евгений Аронович, пользуясь старым знакомством, звонит секретарю Московского комитета партии Александру Щербакову. «Песню не запретят», выслушав его, успокоил Щербаков и добавляет после паузы. «Смотри, как бы не устарело, любимый город может спать спокойно». Евгений Аронович как-то сказал. «Много хлопот принесла мне потом эта строка. Во время жуткой бомбёжки на Дону я был у десантников-парашютистов. Только пробрался к ним и сразу плашмя на землю в грязь на несколько часов. Немецкие самолёты идут волнами, бьют по переправе, по автоколоннам, по войскам. Я никого здесь не знаю, лежу среди незнакомых людей. К секунду затишья кто-то из офицеров поднимает голову и под хохот десантников изрекает. «Вот бы сейчас поэта сюда, того, что любимый город может спать спокойно», написал. «Настаивать на своём авторстве я не стал», под смех закончил рассказ Евгений Аронович, в то время как в его глазах притаилась скорбь и печаль. Натужно меся влажный воздух винтом и завывая перегретым двигателем, вертолёт аккуратно коснулся колёсами почвы, занесённой снегом и наледью, после чего окончательно застыл на месте, слегка раскачиваясь под налетающими шквальными порывами ветра. Первыми из вертолёта выбрались наружу трое вооружённых АК-47 бойцов ОСНАЗ из радиотехнического полка специального наблюдения 2-го отдела радиоразведки ГРУ. Это были мрачные, неразговорчивые парни, все в звании старших лейтенантов. Они привезли с собой на остров запасное радиооборудование и выполняли негласную роль личных телохранителей генерала. Помимо полковника Булганина на борту находились личный помощник и адъютант генерала подполковник Чердынцев, четверо солдат погранслужбы и двое товарищей, которых генералу навязали в качестве сопровождающих с туманной формулировкой специалистов по технической части. Владимир Иванович Серов и Александр Кузьмич Шелепин. Оба были из комитета госбезопасности, но одеты в гражданскую одежду. Делегацию никто не встретил и транспорт не подогнал, что лишь обострило и без того дурное настроение генерала. Кутаясь в зимнюю генеральскую шинель, небрежно накинутую поверх кителя с орденами, он грузно спустился по лестнице, тоскливым взором окинув безжизненные туманные окрестности острова. Несмотря на разгар зимы, в этих краях был достаточно теплый и приятный морской климат. Шикотан — один из островов Малой Курильской гряды, которую так желают вернуть себе японцы. И неудивительно. Несмотря на то, что клочок суши небольшой, он настолько красивый и интересный, что, посетив его один раз, хочешь вернуться сюда снова. Остров покрыт сопками, самая высокая из которых — гора Томари. На военных картах помечено, как 412-я сопка. Береговая линия сильно изрезана. Самое интересное место на Шикотане — мыс Крайсвета. Мыс действительно похож на Крайсвета, скалистый, уходящий в океан. Из воды неподалеку возвышается красивая каменная арка. Вместо обычной травы весь остров покрыт густыми зарослями бамбучника. Деревья приземистые и имеют необычную форму из-за частых ветров и тайфунов. Самое уникальное растение — ипритка. Когда-то его вырастили японцы, чтобы избавиться от змей. В июле, когда растение цветет, в атмосферу выделяется газ иприт, которого змеи не переносят. В итоге змеи исчезли, а растение осталось. Попав на кожу человека, иприт оставляет чешущийся ожог. Но его нельзя чесать или мочить, иначе он разрастается. На Шикотане не бывает сильных и долгих морозов. Зимой минимальная температура воздуха достигает минус пяти градусов. А вот снега на острове так много, что можно прыгать в сугробы с крыш домов. Но снег может быстро растаять, превратив всю местность в непроходимое грязевое болото. Бывает и такое, что дождь идет несколько дней без остановок в перемешку со снегом и градом. Август и сентябрь — самые жаркие месяцы. Можно загорать и купаться в море. Зато если спустится туман, станет невозможно спокойно гулять по улице. На расстоянии вытянутой руки ничего не видно. Очень часто здесь бывают землетрясения. Пограничники и немногочисленные местные рыбаки к ним привыкли, поэтому, когда ночью начинает трясти, все продолжают спать в своих кроватях, не слишком переживая. На берегу Шикотана расположены лежбище морских котиков. В море плещутся дельфины и касатки. Их можно увидеть с берега. Дельфины вообще очень любят людей. Когда путешествуешь на корабле, они сопровождают его, прыгают вдоль бортов и привлекают внимание людей. Это поистине незабываемое и волнующее зрелище. И лишь одно омрачало радость — неведомое событие, ради которого Москва не поленилась отправить сюда целую группу высокопоставленных офицеров для расследования загадочного происшествия. Пока же стоило заняться самым насущным, добраться, наконец, до пограничной заставы и всыпать ее командиру за нерасторопность при встрече высокого начальства. Еще вчера специально отправили три радиограммы о прибытии вертолета. Безобразие. Высшая степень разгильдяйства. Сейчас точно у кого-то полетят звезды с погон. Но, — не переставал сердиться генерал, расхаживая кругами вокруг подавленного булганина. «И где твои артисты, туды-жиграстуды? Черт-те, что тут у вас творится, Степан Анатольевич? А вы мне еще оправдание лепите, своим образцовым хозяйством хвастаете. Не топать же теперь целый километр до заставы по грязи и снегу, раз не получилось приземлиться ближе. Похоже, плакала ваша банька. Вместо нее устроим прилюдную порку». Полковник с каждой секундой потея под фуражкой открыл было рот, чтобы снова начать подобострастно извиняться за задержку с транспортом, когда до слуха людей долетел долгожданный звук мотора автомобиля. Обрадованно замахав руками приближающемуся старому ГАЗ-69, называемого в армии в шутку козлом, булганин сначала приободрился, а потом с опаской и изумлением посторонился в сторону, когда машина на полном ходу пролетела мимо стоящей группы людей, на прощание щедро окатив жидкой грязью брюки генерала, и не останавливаясь, с рыком понеслась дальше, пока не скрылась из виду за ближайшими холмами. Полковник успел заметить, что автомобилем управлял круглолицей толстощекий солдат азиатской национальности, то ли якут или эвенг, явно находящийся не в себе, с выпученными за лобовым стеклом глазами и лихорадочным румянцем на смуглых щеках. Он бешено крутил баранку руля, едва не врезавшись в группу бойцов, в последний момент свернул в сторону, тем самым избежав столкновения и жертв. Генерал молча с каменным лицом подошел к бледному, опасливо сглотнувшему полковнику, и молча вложил в его руки свой портфель из крокодиловой кожи. «Интересное, очень интересное», бурчал генерал, задумчиво поглядывая в сторону умчавшейся машины с бешеным водителем. «Что интересное?» «Кино!» рявкнул Петр Ильич и молча зашагал в сторону заставы. Ему не терпелось дать по шапке виновному во всех этих возмутительных безобразиях. Если и в других частях окажется подобная плачевная дисциплина, неудивительно, что на Курилах столь слабая боеготовность и понятна озадаченность Москвы. Может, и не зря он сюда прилетел. «Товарищ генерал, куда же вы?» придя в себя, вопрошал его помощник Чердынцев. «Может, другая машина приедет? Что нам делать с оборудованием?» «Вот и стойте, Виктор Семенович, ждите свою машину хоть до следующего утра, а я быстрее дойду на своих двух. Чем скорее сниму чью-то голову с плеч, тем быстрее вернемся на материк. Не успели сюда прибыть, а меня здесь уже все бесит. Скажите пилоту, чтобы не дал двигателю остыть. Я собираюсь сегодня же вернуться назад. И если этот ненормальный дуралей за рулем автомобиля не уймется, и еще раз появится, разрешая применить силу». Подгоняемый жарким гневом, Петр Ильич, пыхтя и задыхаясь от усердия, упрямо и целенаправленно взбирался на вершину чахлой рощи на холме, на которой находилась застава. За ним тенями неотступно следовали трое бойцов ОСНАЗа, не выпуская шефа из вида. Заставу уже можно было разглядеть и без всякого бинокля. На минутку генерал остановился перевести дух и восхищенно окинул взглядом великолепную бухту, над которой с криками носилась стая чаек. Подойдя к краю скалы, за которой десятью метрами ниже, с грохотом разбивались, о камне волны прибоя. Поддавшись внезапному порыву, с опаской заглянул вниз. Он долго не мог рассмотреть, что за светлый предмет среди свинцовых вод привлек его внимание. А когда сообразил, то обомлел, ощутив минутный страх. В прибрежной пенной полосе, в небольшой спокойной заводе между камней, раскачивалась на волнах безволосая человеческая голова без туловища. Волны катали белую, словно мел голову из стороны в сторону, словно мячик, поворачивая в небо, то лицом, то затылком. «Товарищ генерал, вы должны на это взглянуть!» Позади генерала задыхался от быстрого шага подполковник Чердынцев. «Ужас, да и только! Вы такого еще не видели!» «Тело без головы?» С мрачной иронией поинтересовался генерал, обернувшись. «Откуда вы знаете?» Подполковник приподнял брови. «Догадался!» «Я только что нашел голову без тела!» «Взгляните сами!» Постранившись в сторону, генерал Кашевар достал из позолоченного портсигара сигарету и благодарно кивнул помощнику, когда тот достал зажигалку и помог шефу прикурить. Глубоко затянувшись, генерал неспешно выпустил в небо струю сизого дыма. Страха больше не было. Одно лишь холодное любопытство и новые приступы гнева. На фронте он много мертвецов повидал, в том числе и безголовых, но здесь, в столь мрачном месте на краю света, его по-настоящему пробирал мороз, и совсем не из-за холода и сырости. «Да...» Ситуация патовая. Было над чем поразмышлять. Тело без головы. Голова отдельно плавает в море, прибитое к берегу. Какой-то идиот, гоняющий на машине по всему острову. Шедевральная и безумная картина, если не сказать больше. Надо подумать, что делать дальше. Остаться на острове, а поутру продолжить поиски новых улик. Или сегодня же вернуться на материк и отправить сюда группу следователей военной прокуратуры вместо себя. Вопрос отпал сам собой, когда в течение следующих десяти минут на остров обрушились самые мощные порывы ветра в перемешку с мокрым снегом и дождем, что буквально сбивали с ног. Видимость стала почти нулевой, а температура быстро поползла ниже нуля. Само собой, в такую погоду, тем более в шторм, ни о каком возвращении на большую землю по воздуху и по воде не могло быть и речи. Следовало немедленно отправить радиограмму, чтобы во Владивостоке была сформирована группа следователей и военных. Похоже, здесь не обойтись без армии. Что-то тревожное и отвратительное висело в воздухе, как едва ощутимый аромат тлена и разложения, который пропитал каждый камень в прокопченных руинах Сталинграда и Кёнигсберга. Помотав головой, чтобы отогнать навязчивое наваждение, генерал властно подозвал к себе бойцов ОСНАЗа и приказал подготовить радиостанцию, а сам вместе с адъютантом отправился к месту, где было обнаружено обезглавленное тело. В небольшом овраге у ручья, заросшего сухим кустарником, виднелась запорошенная снегом нога и рука. Очистив аккуратно тело от снега, солдаты разошлись в стороны, заметив генерала. Быстро и профессионально осмотрев труп, в рваном военном кителе пограничника, Пётр Ильич Кивком головы отозвал в сторону мрачного полковника Булганина. «Что думаете, Степан Анатольевич? Знаете, кто это?» «Судя по найденным при нём документам, это сержант Федорук, разводящий заставы. Хороший малый, нареканий по службе не имел, оружие при нём не обнаружено, как и других личных вещей. Вероятно, убийца забрал всё ценное с собой. По состоянию тела могу предположить, что умер сержант примерно неделю назад. Странная находка, весьма...» «Это всё, что вам показалось странным? А больше ничего не заметили?» «Нет?» Булганин виновато развёл руками. «Я ведь не следователь и не Шерлок Холмс». «Хм...» «А вас не смущает, что разводящего убили с особой жестокостью, таким вот отвратительным и бесчеловечным способом, и при том весьма профессионально, как кусок мяса на бойне? Не застрелили, не утопили, не задушили, а яростно изрубили, остро заточенной сапёрной лопаткой?» «Я таких ран в Сталинграде повидал предостаточно. Грешин сам фашистов рубил от души, так что знаю, о чём говорю. Эти раны ни с какими другими не спутаешь. Ещё одна немаловажная деталь. Тело истерзано, а крови вокруг нет. Как вы это объясните? По мне всё выглядит так, если бы тело изуродовали уже после смерти. Зачем кому-то так поступать? Это же полная бессмыслица!» «Значит, наш убийца или группа убийц необычные психопаты. Может, им доставляет удовольствие издеваться и глумиться над мёртвыми телами». «Советские граждане на такое не способны!» Генерал поморщился и нетерпеливо перебил. «Я не утверждаю, что это сделали советские граждане. У нас мало информации, чтобы делать выводы. Думаю, слухи о японских диверсантах не лишены смысла. Так что бродить здесь и дальше непрекаянно без оружия не стоит. Труп трогать или перемещать запрещаю. Мы и так порядком напортачили с уликами и наследили на месте убийства. Следаки будут в ярости. Отметьте как-нибудь это место, и мы продолжаем путь к заставе». «Уверен, там на месте многое станет понятно. А пока наберёмся терпения. У меня такое чувство, что нас ещё ожидает немало неприятных сюрпризов. Подгоните людей, чтобы не отставали». Чтобы добраться до погранзаставы по занесённой, едва видимой в снегу дороге, потребовалось почти час. Пётр Ильич, застегнув генеральскую шинель на все пуговицы и нахлобучив на голову каракулевую шапку, пытался выглядеть грозным и несокрушимым. Хотя они малый возраст и сидячая штабная работа давали о себе знать не лучшим образом. «Оттина!» — воскликнул он, рассматривая то, что осталось от погранзаставы. «Что это ещё за шуточки? Вы здесь совсем, что ли, все охренели?» Позади него сгрузились остальные участники делегации, не меньше генерала, шокированные открывшимся зрелищем. И было отчего схватиться за голову. Некогда самая большая на всём острове погранзастава с одноэтажными бараками казарм и центральным административно-штабным зданием теперь напоминала неприступную средневековую крепость, которую совсем недавно взяли штурмом. Вместо сеточного забора — бревенчатые стены с потёками застывшей крови, колючая проволока, на которой висели лохмоть и мясо. Крепость опоясывал глубокий ров, заполненный грязью, из которой тут и там торчали острые колья. Перекидной мост на цепях, слава богу, переброшен через ров, а ворота широко распахнуты настиж. Внутри всё выглядело ещё более зловище, чем снаружи. Окна на казармах заколочены досками, зато стены зияют огромными прорехами и светятся пулевыми отверстиями. В центре заставы по периметру двухэтажного кирпичного штаба сооружены долговременные огневые точки в виде капониров из мешков с песком. Повсюду в избытке занесённые снегом воронки от взрывов. Разбросанные фрагменты деревянных ящиков из-под боеприпасов и целые горы бурого тряпья, при ближайшем рассмотрении оказавшимся окровавленными бинтами и кустами гимнастёрок. Поворошив носком хромового сапога снег, генерал задумчиво извлёк и стал рассматривать кучу стрелянных автоматных гильз, щедро рассыпанных по всей земле. Поднеся к лицу одну из них, чуть брезгливо принюхался к кисловатому пороховому запаху. «Бой был кровопролитный, скоротечный и совсем недавно», — обернулся он к Булганину, протягивая гильзу. «Запах не успел выветриться. Сами поглядите». «Странно. Стреляли во все стороны, без разбора. Предположительно, день или два назад. Мы немного припозднялись с визитом». «Что бы тут ни произошло, это уже за гранью. Работа предстоит нелёгкая. Ну а мы справимся. Вы двое, проверьте штабное здание», — приказал он двум комитетчикам. «А вы газармы. И поднимите мост. Мы отныне на осадном положении». Солдатам ОСНАЗа не очень понравилась идея оставлять генерала без присмотра, но ослушаться приказа не решились. Правда, осмотр казарм они доверили четверым погранцам-срочникам, а сами отправились развертывать своё оборудование, которое дотащили сюда с таким трудом, заодно проверили периметр крепости. Проломов в стене обнаружено не было. «Ничего не понимаю», — сокрушался Булганин, растерянным взглядом ища поддержку у Чердынцева. «Месяц назад, перед самыми праздниками, я был здесь с инспекцией, и ничего подобного не было и в помине. Обычная застава, рутинная служба. Товарищ генерал, я не знаю, как всё объяснить. Здесь явно произошло что-то ужасное и непонятное». «Помолчи, Степан. Не надо сейчас никаких объяснений и версий. И без того вопросов выше крыши. Помоги лучше с осмотром штаба и организуй охрану. Нам ведь сегодня здесь предстоит заночевать. Я не вижу здесь тел ни своих, ни чужих. Кто бы тут не прибрался после драки, он где-то рядом. Возможно, даже наблюдает за нами. Выстави часовых на вышках. Смена караула каждые полтора часа. Загляни в оружейную комнату. Вдруг удастся разжиться дополнительным оружием. «А вы, Пётр Андреевич, озаботьтесь отправить бойца за пилотом и сопроводить сюда. Всё равно мы сегодня никуда не полетим. А ночевать в вертолёте в чистом поле, на морозе, да ещё на вражеской территории. Ну, вы поняли. И пусть кто-нибудь поставит самовар. Я заметил его в окне на первом этаже штаба. Война войной. От холода и для работы мозгов чай не повредит. «Распорядитесь накормить личный состав». «И, Пётр Андреевич, мы с вами первые сегодня идём в дозор, понятно? Принесите мне оружие. Только что-нибудь по скорострельни пистолета». Чердынцев браво закивал, хотя по его лицу было видно, что идея идти ночью в дозор его совсем не вдохновляет. Он прекрасно понимал, что все привилегии остались за пределами острова, и теперь они все в равном или почти равном положении. Генерал с неудовольствием поднял с земли запорошенный снегом красный флаг со звездой. Отряхнув от снега, попробовал стереть рукавом бурые пятна на ткани. «Расследите, чтобы его снова водрузили на флагшток. Да повыше, чтобы все видели, что застава снова принадлежит Советской Армии. Выполняйте!» На скорую руку проведённая ревизия принесла первые неутешительные результаты. Никаких документов или бумаг, способных пролить свет на происшедшее, найти не удалось. Оружейная комната оказалась незапертой, и из неё пропало всё более-менее ценное оружие, включая большую часть боеприпасов. Из трофеев удалось раздобыть лишь один относительно новый автомат АК-47 с примкнутым штыком и два потёртых временем пистолета-пулемёта Шпагина, известного в народе как ППШ с четырьмя рожками. Спустя час погранцы обнаружили брошенный в грязи ещё один АК-47, но в столь необычном и плачевном состоянии, что Булганин не применил лично показать его генералу. «Да, у меня только два вопроса. Как и нахрена?» Кышевар удивлённо крутил в руках автомат с согнутым стволом на манер буквы «Г», после чего вернул его Булганину со словами. «Отпилите ствол и будет снова стрелять. Не так, конечно, как прежде, но нам и такой сгодится. А я возьму себе вот это». «Что лет не держал в руках?» И с этими словами подхватил с оружейного стола старенький ППШ, любовно огладив деревянный приклад. «Вы уверены, Пётр Ильич? АК-47-то поновее, понадёжнее будет, чем этот». «Вы правы», — не стал спорить генерал. «Но старое не значит плохое. Новое оружие прибережём для лучших, чем мы с вами стрелков. А по Пашу Шпалеру вблизи страшное оружие. Говорю вам со всей ответственностью. Выдаст такой залп, что мало не покажется. А большего мне и не надо. Нам бы день простоять, да ночь продержаться. А там, глядишь, и помощь нагрянет. Или сами придумаем, как выбраться из этой ситуации». Я не сомневаюсь, что парни столкнулись с вражескими диверсантами. А возможно, что и полноценным десантом. Был бой. Судя по пятнам крови, было много раненых. Потом по непонятной причине погранцы отступили. Кто победил, точно неизвестно. Так что никакой мистики и чертовщины. Всё предельно ясно и понятно. Если япошки или кто бы там ни было сунутся сюда снова, нам есть чем им ответить. Хотя я считаю, они давно ушли с острова. Вернулись к себе. Зачем им тут находиться, зная, что в любой момент к обороняющимся придёт подмога с материка. Так что расслабься, Степан Анатольевич. Выпей вот горячего чаю и расскажи, что у нас с запасами еды и со связью. Полковник Булганин подошёл к окну и с тревогой увидел, как быстро темнеет. Ещё пара часов, и тут наступит непроглядная тьма. Электричества не было, так как дизель-генератор был неисправен. С ним как раз возились оба комитетчика, обещавшие его починить и запустить. Пришлось временно использовать фонари и масляные лампы. «Связь пока не наладили. Продукты. С ними намного проще, чем с оружием. Сух пайками забит под завязку весь склад. Много тушёнки и других консервов. Есть даже совсем неслыханные деликатесы вроде крабов, икры и разного рода мороженой красной рыбы. А ещё мешки с мукой, гречка, перловка. В общем, этого добра хватит на целый год. Так что же вас так тревожит, если с едой полный порядок? Хоть голодать не будем». «Пётр Ильич, ты пойми, не за себя тревожусь. Если отправите под трибунал, так тому и быть. Значит, заслужил. За мальчишек своих переживаю. Почти сто человек тут несли службу. Сто невинных душ. Куда они могли исчезнуть? Сколько из них ещё живы? Вот что не даёт мне покоя. А я, между прочим, почти всех знал поимённо. Советский солдат не боится трудностей и испытаний. Но я не смогу смотреть в глаза их матерей, если с ними что-то произошло. Бывал я здесь много раз. Хороший гарнизон, отличные образцовые бойцы. Я не знаю, что думать. Всё происходящее просто за гранью понимания». Генерал тяжело вздохнул. Извлёк из внутреннего кармана кителя плоскую фляжку с водкой. Отвинтив крышку, принюхался к содержимому, после чего разлил по двум гранёным стаканам, один из которых протянул булганину. «Помянем тех, кто погиб в неравном бою. Эй, что же ты застыл? Ты, наверное, в глубине души считаешь меня старой ворчливой черепахой. Но в своё время я такого насмотрелся на войне, что до сих пор кошмары по ночам мучают. Но шрамы, оставленные войной, ещё не исцелились. «Война. Война никогда не меняется. Но зато она меняет людей, закаляет народ. Теперь этот остров — наша персональная передовая. Мы снова на войне, как в сорок первом. Наш враг к аварии населён, но мы сильнее. Понятно? Надеюсь, тут двух мнений быть не может? Я советский офицер, как и ты. На нас возложили ответственность. Мы оба отдавали присягу. Нам не положено раскисать. Тем более в такую минуту. Приведи мысль в порядок. Собери, Степан. Ты нужен мне здесь и сейчас. Оплакивать погибших будем после. Давай, пей. Всем смертям назло. Мы не имеем права бояться. И победа будет за нами. У меня тоже нервы не железные. Да и отвыкнуть я уже успел от подобных передряг. Булганин медленно выпил и закусил хлебом. Опрокинув в себя полстакана водки, генерал поморщился и, не закусывая, медленно вернулся к столу поближе к тёплой печке. Что у нас с транспортом? Машины в гараже? Два вездехода, БТР-50 наличии. Оба в неисправном состоянии. Может, и удастся их починить. А может, и нет. Наблюдатели с вышки заметили вдали брошенную машину. Того ненормального дезертира. Что чуть в нас не врезался. Вероятно, закончился бензин. А его самого не видно. Он мог бы пролить свет на всё происходящее. Но искать его в темноте, на холоде, рискуя нарваться на вражеский отряд, чистое безумие. Я предлагаю поутру снарядить небольшой отряд и попробовать отловить его. Заодно разведать обстановку. Сейчас этот тип единственный известный нам носитель важных сведений. Я распределил дежурство между людьми. Никакого движения за периметром не видно и не слышно. Пошли дела кое-как, слава тебе Господи. Генерал налил себе из самовара чашку горячего чая. Так что со связью? Я слышал с этим проблемы. В чём она заключается? Технари говорят, что-то мешает радиосигналу. Забивает эфир. Мощнейший источник радиопомех прямо у нас тут, под боком. Утром займёмся им. Источник мощный. Как если бы там работала группа антенны или локаторов. Мы не можем ни принять, ни отправить сообщения на материк. Перехватили лишь несколько отрывочных метеосводок из соседней Японии. Новости не внушают оптимизма. На нас надвигается шторм, а точнее цунами. Так может стать, что мы застрянем на острове больше, чем на один день. Помощь придёт нескоро. Правда, мы можем рискнуть и прямо сейчас попробовать поднять вертолёт в воздух. И уповать, что сразу не рухнем в море? Нет, подождём, пока погода поутихнет. А вот эту, без сомнения, вражескую радиоточку необходимо выявить и подавить. Без помех мы легко свяжемся с большой землёй и затребуем подмогу. Не удивлюсь, если нас до сих пор ещё не хватились. Считают, небось, что мы тут паримся в банке, чаи с пряниками гоняем. Спохватившись, генерал иронично хмыкнув, отодвинул от себя чашку с чаем и недоеденный пряник. Подошёл к окну и пристально посмотрел в сторону главных ворот, где появился запыхавшийся солдат с фонариком, которого отсылали за пилотом вертолёта. Заметив Кашевара, внимательно наблюдавшего за ним из окна второго этажа, солдат поспешно достал из заплечного мешка изодранный шлемофон и поднял высоко над головой, чтобы генерал смог его разглядеть. После чего отрицательно замотал головой. Быстро спустившись на улицу, генерал принял из рук солдата шлемофон, который оказался не просто разодранным, но и окровавленным со свежими потёками крови. «Это всё, что осталось от пилота? А вертолёт?» Солдат опустил голову и, не глядя на него, коротко буркнул. «Нет больше вертолёта, товарищ генерал! Превратился в груду хлама!» «Это как в груду хлама?» Генерал приблизился к солдату, не поверив своим ушам. «Как если бы его долго и упорно жевали, а потом выплюнули?» «Винт валяется в стороне, хвост отсутствует, а кабина сильно изуродована, изодрана и сплющена». Вернувшись к Булганину и сидящему безучастно в стороне у окна Чердынцеву, продемонстрировал обоим окровавленную находку, после чего вопросительно поднял брови. «Что скажете, товарищи офицеры? Какие будут мысли? Надеюсь, вам объяснять не надо, что это для нас значит». «Каюк!» пробормотал Чердынцев, ища взглядом поддержки у Булганина. «Без вертушки мы не сможем оценить обстановку в округе с воздуха, так?» «Я уже молчу про перелет на север острова, поближе к поселениям Малокурильское и Крабзаводское. В общем, товарищ генерал, дела наши скорбные». Генерал хотел было в свойственной ему манере строго одернуть и пожурить подчиненных за слабоволие и пораженческие разговорчики, когда за окном ярко зажглись прожектора на вышках, и на всю округу громко загремела музыка из динамиков, установленных на столбах. От неожиданности Кышевар, чертыхнувшись, выронил чашку чая из рук. Подбежал к окну, поспешно распахнув настежь обе ставни. Боевая мелодия гремела на всю погранзаставу, наполняя воздух вибрациями, от которых дрожали уцелевшие стекла в окнах. Вероятно, починив дизель-генератор, никто не догадался, что питание будет подано и на динамике вместе с прожекторами. «Вырубите музыку! Погасите немедленно свет!» Генерал, задыхаясь от волнения, выбежал на улицу, раздавая указания. «Вы что творите, черти? Вырубите, я сказал!» Через пару минут оплошность быстро исправили. Но было поздно. Далекий протяжный вой разнесся в ночи, звонкий, вибрирующий, заунывный. Ему эхом ответили другие голоса, переходя на отчаянный виск и адскую какафонию жутких воплей. «Что это было?» — спросил подбежавший булганин, всматриваясь в тьму ночи. «Понятия не имею, Степан Анатольевич. Надеюсь, просто волки». «Волки, вы шутите? Это больше похоже на хор непрекаянных душ и зада». «Не говорите ерунду. Запрещаю людям выходить с территории заставы. Усилить патрули. И не дай бог, кто уснет на посту. Шкуру живьем спущу и с него, и с тебя, Степан». Кашевар с виду крепился, но было заметно, что он взволнован и обескуражен. Ему и Чердынцеву первым выпала честь дежурить по распоряжению самого же генерала. Поднявшись на сторожевую, скрипучую деревянную вышку, вооруженные автоматами и парочкой гранат, люди напряженно всматривались во тьму ночи, пока глаза не привыкли. Трое часовых из числа погранцов находились на других смотровых вышках, пока их четвертый товарищ совершал обход территории погранзаставы. На секунду он остановился, украдко закурил папиросину и бодро зашагал дальше. Генерал на это лишь хмыкнул, но не стал делать часовому замечаний.